В эфире новости сейчас с вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Довести совместный товарооборот до 2 миллиардов долларов намерены Беларуси и Татарстан. Сегодня об этом говорили во Дворце Независимости президент Александр Лукашенко и глава Республики Рустам Миниханов. Минский Казань хорошо знакомы друг другу в экономическом плане. Торгуем техникой, шинами и металлами, совместной работой в нефтяном секторе. Активно сотрудничают регионы с нашими промышленными гигантами МАЗом, МТЗ и Амкадором. За последние два года собрано две сотни автобусов. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к миллиарду 300 миллионам долларов. Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении ведется увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества. Знаю, что вы делаете в своей работе основной акцент на внедрение в практику передовых технологий и научных достижений. Мы придерживаемся тех же критерий. И сегодня же во Дворце независимости говорили о белорусско-вьетнамском сотрудничестве. Александр Лукашенко встретился с председателем национального собрания Вьетнама. Обсудили не только межпарламентские связи, но и торговлю, экономику, вопросы безопасности и оборонной сферы. Ожидается, что товарооборот между странами прибавит 70% по итогам года. Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 11. Шестеро из них в реанимации. Авианесущий крейсер стоит на ремонте в Мурманске. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Очаг возгорания уже локализован. Однако судьба еще трех человек остается неизвестной. Министр транспорта и коммуникации Алексей Авраменко провел переговоры с коллегами в Швеции и Норвегии. Беларусь предлагает шведскому бизнесу железнодорожный сервис в сообщении «Китай-Европа-Китай» с задействованием потенциала терминала «Калядичи». А в «Осла» обсудили налаживание авиарейсов из Норвегии как в Национальный аэропорт Минск, так и в региональные аэропорты Беларуси. Речь идет и о будущем подписании двусторонних соглашений по либерализации международных автоперевозок и переходу на безразрешительную систему. Необычный подход к работе демонстрирует индийская регулировщица Шубхи Джайн. Волонтер инспекции дорожного движения города Индаур управляет движением транспорта зажигательными танцевальными па и с приветливой улыбкой дарит водителям хорошее настроение и взамен получает их правильное поведение на дороге. Изобретательная Джайн заслуженно стала звездой интернета. И это последняя новость к этой минуте. До встречи в 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова